Это вечерний хэштег, продолжаем эфир. Ядерные отходы, сосредоточенные на станции, могли стать и материалом для создания грязной бомбы. Насколько своевременным в период спецоперации оказалось взятие военными силами под контроль ЧАЭС? На связи с нами вновь Александр Уваров, руководитель Атоминфоцентра. Он и ответит на этот наш вопрос. Хотелось бы, чтобы никому в голову не пришло, что-то с этими сборками делать. Поэтому, в принципе, я напомню, что охраняют там не только наши. По всем сообщениям, там идет двойная охрана. Там и наши, и украинские военнослужащие, которые там были. Так что это двойная охрана, регулярная сила, которая гарантирует, что никому, не каким-то, не знаю, партизанам, партизанам, свободу или как бы там еще, никому не против в голову что-то там, скажем так, устроить нехорошее. В этом плане правильно. Ядерные охраны должны находиться, я считаю, под контролем регулярных сил. По большому счету даже не важно, чем. Вот Чернобыль хороший вариант совместного вот такого вот контроля. И я, кстати, пользуюсь случаем, обращая внимание, что очень правильно провели себя украинские военнослужащие, чем ОБСКС, что не стали там устраивать боевые действия. То есть они, видимо, соображали, что не надо воевать возле атомной станции, пусть даже закрытой. Спасибо, Александр. Напомним, на связи со студией был руководитель Атоминфоцентра Александр Уваров. Иван Сергеевич, на самом деле на территории Украины помимо Чернобыльской АЭС есть ведь еще четыре, а под контролем российских военных это Запорожская и Чернобыльская. Почему именно они? Они самые стратегически важные, самые опасные. Почему именно эти две? Ну, коллеги уже отметили, Чернобыльская это, в принципе, уже готовый запас радиоактивных отходов, которые могли бы быть теоретически использованы для создания грязной бомбы Запорожская. Это крупнейшая атомная электростанция в Европе, на секундочку. И вообще, конечно же, по большому счету, о чем мои коллеги до этого упомянули, это же советское наследие. То есть некогда это было единой системой советской атомной энергетики. Это же все на технологиях. На 98% все четыре действующие атомные электростанции снабжаются российским топливом. И даже сегодня их попытка теоретическая перевести их технологически на американское топливо, чтобы якобы не зависеть от поставщиков из России, даже эти попытки, они несут определенные риски безопасности. И в этом плане, я понимаю, где-то руководство штатов, которым все равно они сидят на другом континенте, когда они эту историю накаляют. Но вот чем думают отдельные представители руководства европейских стран, я не очень понимаю. Потому что если вы хотя бы маломальски интересовались историей страшной аварии технологической на Чернобыльской АЭС, то, на секундочку, эта авария отразилась на экологии всей планеты. То есть последствия на себя ощутила вся Европа. И я не понимаю, почему европейские державы и их руководство, пользуясь какими-то сиюминутными соображениями, не понимают, что контроль над соблюдением безопасности над этих объектов – это контроль над сохранением безопасности экологии всего континента и всех европейских стран. Добавлю, на южном берегу из Секулия я увидел остатки хвостохранилищ разработки. В этом Каджесае когда-то были разработки. До сих пор эта зона ответственности рос от Аммаша. То есть Россия до сих пор выделяет средства, чтобы эта зона осталась, в общем-то, достаточно закрытой. Ну вот мы говорим под контролем, АЭС находится под контролем российских военных. А что, Дмитрий, вообще означает, что подразумевает вот этот вот контроль и как долго он должен быть? Навсегда? Ну, знаете, вот я сразу вспоминаю себя в детстве, когда мне мама предупреждала, будучи на кухне, когда она готовила и горела электроплита, она говорила, Дима, не подходи, будет жига, будет горячо. Но Дима же не соображал в то время, это сейчас я немножко соображаю. Поэтому контроль заключается, наверное, все-таки в том, чтобы создать определенный уровень безопасности, чтобы как раз не было бесконтрольного внедрения или, например, самое страшное, использования. Поэтому то, что сейчас происходит, конечно, мы это воспринимаем, то, что уже как бы произошло. Оценить мы можем по-разному, хорошо ли это или плохо. Но на данный момент, наверное, все-таки это хорошо, когда вот это сооружение, вот эти все материалы и все, что их окружает, находятся под таким контролем, когда детские ручонки туда не лезут. Ну, вы прекрасно понимаете, что я понимаю по аллегории детские ручонки. Поэтому контроль как раз сейчас настолько такая нитевидная линия стала. Вот и здесь нужно очень внимательно подходить. Я опять возвращаюсь к международному праву, к международному сообществу, где, как я понимаю, как юрист, многие нормы международного права просто-напросто нивелируются теми же странами, которые вкладывали определенные усилия в создание в этой большой системы международной безопасности. Виталий, скажите, как вы оцениваете повреждения установки по производству нейтрона в Харьковском физико-техническом институте, так как заметание следов, может, выглядит? Ну, возможно, выглядит и как заметание следов. В любом случае... И по какой еще вариант? Ну, они, безусловно, нужны, нейтроны, для того, чтобы произошла реакция. И произошла реакция, что водородные бомбы, что просто деление ядра урана, они нужны. Возможно, они каким-то образом пытались их присвоить себе или, может быть, технологию с собой забрать. Нейтрон – это одна из основных и составляющих, частей еще, в принципе, бомбы, атомной бомбы. Ну, украинцы – это хорошее, боюсь, правило – заховать что-нибудь по хозяйству. Ну, вернемся к Чернобыльской атомной электростанции. Эксперт глобальной инициативы по борьбе с актами ядерного терроризма Максим Шингаркин считает, что ЧАЭС из обогащенного плутония может получиться 160 килограммов плутония оружейного. На других украинских АЭС эта цифра может быть еще больше. А вот что он думает по поводу урановой бомбы, вроде той, которую США сбросили на Хиросиму. Цитирую. «Пока еще Украина не занималась созданием мощностей по обогащению урана. Если мы говорим о классической ядерной бомбе, сделанной на основе обогащенного урана, то номинально такое устройство Украина может сделать. Однако потребуется строительство крупного технологического центра по обогащению урана». Конец цитаты. Скажите, действительно отважилась бы Украина на урановую бомбу, как считаете? Или учитывая, какой дорогой они идут, могут где-то остановиться? Нет, хотя мы все находились в трех шагах от пропасти, я думаю, это все-таки брали на испуг. Но тем не менее, все могло быть. Ведь, господи, если во главе находится увлекающийся нестандартным набором веществ, президент, который может такую команду дать, она будет неконституционная, она будет незаконная. Но ему захочется поиграть. То есть все могло быть. То есть мы находились в трех шагах. И хорошо, что мы это предотвратили. Решили не проверять. Да. Но вот нераспространение той же ядерной бомбы, того же ядерного оружия, оно уже, наверное, как-то регламентируется? Вот какими документами? Ну, ты, кстати, сказал, что писать там много чего можно, да? Ну, другой вопрос, что... Возьмите ситуацию, то же самое, Карибский кризис, когда мир, по сути, стоял тоже на грани войны. И там, по-моему, в течение нескольких часов решался вопрос, будет ли реально Третья мировая война или не будет. Ну, вот здесь Александр Павлович, как историк, он, наверное, согласится со мной, или я с ним, наверное, соглашусь, что история нам многому учит. Но почему-то мы эти уроки пропускаем. И очень много показательных примеров. Я вообще правовед, но иногда люблю заниматься историческими какими-то данными, документацией, но даже обывательски можно привести кучу примеров показательных, которые показывают, что пора принимать какие-то другие меры для разрешения любого конфликта без оружия, тем более атомного оружия. Вот резолюция 46-го года, неужели она никак тоже не работает, не действует? Ну, документы, видимо, принимаются для того, чтобы их исполнять, либо как их исполнять? Коллеги, ну, мне вот как-то, к сожалению, больше запомнилось высказывание именно о том, что история учит именно тому, в первую очередь, что она никого, ничему не учит. Потому что после Карибского кризиса прошло не так много времени. Буквально несколько дней назад председатель ООН ВТРич заявил о том, что планета опять на грани ядерной войны. Вот, то есть мы опять вернулись к этому же. И принято очень-очень много меморандумов, приняты договоры о ядерном разоружении. Но если вы посмотрите динамику по наращиванию вооружения, а вот основного бенефициара я о Штатах говорю за последние годы, то оно не сокращается, только увеличивается. Если суммировать и взять только их количество вооружения, стоящее у них, то там хватит потенциала на то, чтобы разбомбить всю Европу, все европейские страны, а не только нашу страну и Украину. И чуток самим останется. А как можно оценить действия украинских властей и реакцию мирового сообщества на все это? Дмитрий, как вы считаете? То есть почему мир смотрит, все видит, все понимает, наверняка просчитывает угрозы, но продолжает позволять? Смотря по какой шкале мы будем оценить, от 0 до 10 или от 0 до 100. По-разному, конечно же, можно оценить, но здесь прежде всего нужно учитывать, наверное, здравомыслие, потому что это единственный, наверное, критерий, который... Мы сегодня так много об этом говорим, о здравомыслии. Да, то есть нельзя говорить о том, чего нет, да? Но с другой стороны мы прекрасно понимаем, что, в принципе, сегодня у нас вещь, весь хэштег идет о том, что, вот, извините за такую вульгарность обезьяны с гранатой, да, она может разорвать весь зоопарк. И в отношении, и контроля, да, то есть все-таки, наверное, все-таки граната вообще не должна находиться на территории зоопарка, даже у сторожа она не должна находиться. Такой пример приводите прям. Ну, показательный пример, видимо, педагогический опыт сказывается. Вот. Поэтому, с другой стороны, понимаете, когда мы оцениваем, здесь, опять-таки, можно оценивать с каких позиций? С правовых позиций, да, международного права, это одно. С позиций, например, общечеловеческих, хотя это, в принципе, перекликается, это немножко другое. То, что происходит фактически, видимо, что происходит фактически. То, что происходит, я еще раз говорю, меня, как правоведа, настораживает полное нивелирование всех норм международного права, которые после Второй мировой войны все страны собрались и решили, ребята, все, давайте, больше воевать не будем, сделаем организацию объединенных наций, примем устав, примем всеобщую декларацию прав человека, пропишем все права, которые должны соблюдаться большинством стран-участник ООН. У меня возникает вопрос, а что же вы тогда не соблюдаете те же самые права в отношении, например, наших российских граждан, которые находятся и в своей стране, и за рубежом, то есть где приоритет норм международного права? И понимаете, такая иллюзия скажется, что все эти международные системы, я имею в виду именно нормативную систему, она просто как карточный домик, либо просто ее можно использовать, а можно ее использовать так, как я хочу ее использовать. Об этом давно уже говорили о полярности, биполярности мира. Вы знаете, постиндустриальное общество – это не только экономика, это, прежде всего, нравственность. Мы живем в эпоху потребления, в которой кажется все доступно, все легко, и меня это не касается. Вот это самый главный урок, который мы должны извлечь и нашим землякам, и по ту сторону океана, что, ребята, мы вообще на каждом моменте ответственны за жизнь на всей планете. То есть закрыться в своем собственном домике не получится. Не получится. Тем более ядерные угрозы – это не то, про что, можно сказать, меня не касается. Сейчас снова короткая пауза, после чего будем говорить о последствиях возможного ядерного конфликта и, самое главное, важности его предотвращения. Сто лет одиночества. Чем опасен ядерный удар? Лучше спецоперация, чем радиация. Безопасность страны власти России под угрозу поставить не могли.